В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Нужны ли в городе велодорожки? В городской думе обсудили создание инфраструктуры для тех, кто передвигается на двухколесном транспорте. Джуниор-2022, ученик 14-й школы, победил в Национальной технологической олимпиаде. За путевку в финал четырех баскетбольный клуб «Атом» начал новый сезон. Далее расскажем обо всем подробно. Выплаты инвалидам боевых действий увеличат в Нижегородской области с 1 января. Инвалидам боевых действий 2-й и 3-й групп станут оказывать более высокую материальную поддержку – больше на 3,5 и 3 тысячи рублей соответственно. Семьям, инвалидам боевых действий, погибших бойцов, пленных и пропавших без вести будут выплачивать по 3 тысячи рублей каждый месяц. Новые меры станут дополнением к имеющимся льготам, бесплатной медпомощи, реабилитации, освобождению от транспортного налога, предоставлению бесплатного участка земли и другим. Принятие этого закона еще раз подтвердит заслуги ветеранов и инвалидов боевых действий перед Отечеством, отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Готовься, не летом, а велосипеды зимой. Заседание рабочей группы депутаты посвятили значимой проблеме – велодвижению в Сарове. Возможно ли создать в городе специальные маршруты для движения двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности? Этот вопрос народные избранники обсудили с представителями администрации. Инфраструктура для велосипедистов активно развивается во многих городах страны. В самых крупных из них создают целые сети маршрутов для путешествий на двухколесном транспорте. Весомое преимущество велодорожек, безопасность передвижения, риски попасть под колеса авто здесь минимальные. Вопрос, применима ли такая практика к нашему городу, обсудили депутаты на заседании рабочей группы. Понятно, у нас город достаточно компактный застроен, как я уже сказал. То есть уже сложилась дорожная транспортная инфраструктура. То есть для того, чтобы проложить подобного рода дорожки для велодвижения, конечно, это еще нужно в старой части города изыскать. Такие возможности, если они у нас есть, для новой части, где особенно новая застройка идет. То есть такие возможности у нас потенциально есть. В ходе обсуждений выделили два блока. Первый о создании маршрутов по городу для сыровчан, которые хотели бы добираться до работы на двухколесном транспорте. Второй же относился к развитию в городе велосипедных зон отдыха. Оба варианта потребуют существенных затрат из городского бюджета, считают представители администрации. На первом заседании мы решили пока провести опросы населения по чистоте использования вело- и мобильного средства индивидуальной мобильности, повседневной жизни, для досуга, для посещения работы. Соответственно, на первом этапе это опросы. Второе. Администрация рассмотрит возможность создания, выделения зон, соответственно, на магистральных пока улицах, где идут основные потоки велосипедистов, потоки транспорта. Решение второй задачи позволит приступить к формированию замкнутых веломаршрутов. Впереди предстоит большая и кропотливая работа. Заседание рабочей группы пока первый, но важный шаг к созданию в городе комфортного и безопасного пространства для велосипедистов. Музей РФИАЦ ВНИЕФ приглашают саровчан на экскурсии в дни новогодних каникул. Музей ядерного оружия, вагон-салон и музей-квартира Академика Харитона будут открыты 3, 4, 5 и 6 января. Но для посещения экскурсий необходимо предварительно записаться. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Ели в лесах Сарова врубать запрещено. Запрет связан с особым статусом лесных территорий, напоминает царовское лесничество. Уже организовали патрулирование. Граждане или представители организации, которых уличат в несанкционированной вырубке, будут привлекать к ответственности. Городское приют для животных просит помощи от горожан. Собакам и кошкам необходима корма, резиновые игрушки, наполнитель, чистые полотенца и старое постельное белье. Также постоянно нужны резиновые перчатки, моющие средства и другая бытовая химия. Ветеринарные препараты, когтеточки и домики. Пожертвования можно приносить в зоомагазин торговый центр на Арзамасскую-3. Подробности в группе приемника для животных, зато верный друг ВКонтакте. Ученик школы номер 14 Кирилл Соседко стал победителем Национальной технологической олимпиады Junior 2022. Подросток выиграл награду в сфере технологии и креативное программирование. Участие в заключительном этапе олимпиады приняли 87 нижегородских школьников. Национальная технологическая олимпиада Junior – командное инженерное соревнование для школьников 5-7 классов. Ученики из Нижегородской области продемонстрировали свои инженерные знания в командной борьбе по семи направлениям. 87 финалистов из разных городов региона выполняли интересные задания. Разрабатывали чат-бот «Библиотекарь», помогающий подобрать книгу для чтения. Программировали систему устройств для добычи нефти. Решали задачу по управлению системой лазерной связи. Саров на олимпиаде представлял ученик школы номер 14 Кирилл Соседко. Юный инженер выбрал направление, технологии и креативное программирование. Я прошел отборочный этап, он прошел в онлайн-режиме, я проходил у себя дома. Сначала я прошел его один раз, там давалось две попытки. Первый раз я прошел его на 56 баллов где-то, там из 100. Второй раз на 70 баллов из 100. Проходной балл там был где-то в районе 20. Все финалисты региона в сфере технологии и креативное программирование приехали в Нижний Новгород. Ребята разделились на группы в соответствии с различными обязанностями. Лидеры, креативщики и исполнители работ. Кирилл Соседко в качестве лидера собрал себе команду. В течение нескольких часов школьники решали задачи по физике, математике, программированию и схемотехнике. По мнению Кирилла, командный дух и хорошая организация работы помогли ему стать победителем Национальной технологической олимпиады «Джуниор-2022». Мы занимались именно IT, то есть по направлениям, да, люди делали разных бот, вот это все. Мы же занимались как симуляцией, то есть там была симуляция робота, который ездит, надо было его запрограммировать, чтобы он ехал по какой-то траектории или как-то так, по алгоритму. Перед этим конкурсом было такое, что нам давали задания, нам объясняли темы, то есть там специальный курс был, который все объяснял все задания. Кирилл Соседко учится в Кванториуме. Уже не первый год увлекается программированием и робототехникой. Победа в технологической олимпиаде «Джуниор-2022» стала для саровчанина стимулом для новых свершений и открытий. Троих пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД на дорогах города на прошлой неделе. Еще двоих привлекли к ответственности за проезд на красный сигнал светофора. Какие еще нарушения зафиксировали дорожные полицейские, расскажем далее. На улице Полевой у дома номер один водитель женщина, управляя автомашиной КИА, не учла дорожные и метеорологические условия и выбрала такую скорость, которая не обеспечила ей постоянный контроль за движением машины. КИА врезалась в стоящую автомашину газ. В результате ДТП несовершеннолетней пассажиркия, которая была не пристегнута ремнем безопасности на заднем сиденье, получила открытый перелом верхней челюсти, перелом костей носа и другие травмы. Пострадавшую врачи осмотрели и отпустили домой. Всего на прошлой неделе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 8 ДТП с материальным ущербом. Из них одно ДТП с пострадавшим. На дорогах города выявили 87 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Теперь мошенники могут не только позвонить по телефону, но и прийти к вам прямо домой. Такие случаи зафиксированы в регионе. О липовых сотрудниках пожарной безопасности предупреждает Главное управление МЧС России по Нижегородской области. Мошенники приходят в квартиры и частные дома нижегородцев и представляются сотрудниками МЧС, требуя проверить помещение на соблюдение требований пожарной безопасности, а также предлагают купить противопожарное оборудование. Обманщики могут прийти как в гражданской одежде, так и в форме МЧСников. Настоящий сотрудник МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий находится в форменной одежде с установленными знаками отличия. И при обращении с гражданами обязаны предоявить служебное удостоверение, на котором в обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество, должность и структура, в которой данный человек работает. На каждом подлинном удостоверении сотрудника есть индивидуальный номер и гербовая печать. Также должностные лица МЧС России не занимаются предпринимательской деятельностью, поэтому не могут продавать гражданам какое-либо оборудование. Если вы столкнулись с подозрительными людьми, которые выдают себя за сотрудников противопожарной службы и предлагают платные услуги, звоните по телефону 102. Колоссальный опыт, яркие эмоции и ценные знания. В Москве прошел Международный форум гражданского участия «Мы вместе-2022». Форум объединил более 10 тысяч добровольцев из более чем 45 стран и 89 регионов России. В состав делегации волонтеров культуры из атомных городов вошла Мария Долина, преподаватель детской школы искусств номер 2. Подробности далее. В детской школе искусств номер 2 большое внимание уделяют сохранению культурных традиций русского народа. В этом году воспитанники совместно с преподавателями медиастудии запустили проект «Культурный алфавит». С помощью видеороликов ребята рассказывают про термины русской культуры, объясняют, что такое лубок, как «люшки, палясина». С этим волонтерским проектом «Дыши номер 2» прошла отбор на форум «Мы вместе». В составе делегации волонтеров культуры «Русатом» на мероприятие в Москву отправилась преподаватель Мария Долина. Волонтеры культуры в нашей стране создана такая организация не так давно. В 2019 году она создалась, и представительства создаются в городах. В наших закрытых городах «Русатом» они также существуют и нацелены на просвещение людей. Форум «Мы вместе» дал возможность волонтерам разных возрастов со всей страны познакомиться, пообщаться, рассказать о своих проектах, планах и идеях. Программа форума была насыщенной. Экскурсионные поездки чередовались с обучением и посещением панельных дискуссий. Конечно же, там было много тем, затрагивающих специальную военную операцию. И поэтому у нас была рекомендованная программа от территории культуры «Русатом». И мы, ну я по крайней мере старалась посещать эти мероприятия, потому что это было интересно. Я была на встрече с Марией Захаровой и с военкорами, которые снимают, ну собственно транслируют нам то, что происходит там. И это было интересно, сложно, трудно. Полученные знания и опыт Мария планирует применять в педагогической практике. И до посещения форума педагоги «Дыши номер два» уделяли волонтерству большое внимание. Круглогодично в медиа-студии проходят различные благотворительные акции. Ребята собирают карман для животных городских приютов, делают открытки для жителей домов престарелых. В планах новые проекты и мероприятия. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Сару-24. И к спортивным новостям. Баскетбольный клуб «Атом» начал новый сезон. В первой домашней игре соперником «Саровчан» стала команда «Волна» из Балахны. На матче побывала наша съемочная группа. Установка на победу. С первых минут матча баскетбольный клуб «Атом» завладел преимуществом и вел в счете до конца игры. Соперник «Балахнинская волна» пропустила много мячей в первом периоде и попыталась отыграться в дальнейшем. Но молодые и азартные «Балахнинцы» не смогли противостоять опытным «Саровчанам». Мы играли сегодня против Сарова. Это лидер чемпионата. Они всегда борются за первые места. Мы пока в подвале турнирной таблицы. Пытаемся оттуда выкрикаться. Поэтому ехали, так скажем, аутсайдерами. Но хотели показать достойную игру. Надеюсь, у нас это получилось, несмотря на счет. На протяжении матча сохранялся отрыв 15-20 очков. К концу игры «Саровчане» поднажали и смогли увеличить разницу заброшенных мячей. Итоговый счет матча – 78-45. Настрой был хороший. И установка была бежать с первых минут матча. В принципе, мы ее выполнили. Играли в быстрый баскетбол. Ну, где-то были ошибочки в защите. Мы поправили. В общем-то, в целом, игрой доволен. Физически ребята готовы. В этом году «Атом» усилили двумя молодыми игроками – студентами с РФТИ. Также в клуб пришли несколько опытных игроков. Задачи перед ними те же, что и в прошлые сезоны. Победа в чемпионате и выход на чемпионат России в ПФО. Регламент в этом сезоне привычный. Сначала команды играют в двух группах – Нижегородской и областной. По результатам групповых турниров из каждой группы выходит по четыре лучшие команды. Затем финал четырех, где встретятся сильнейшие клубы. По результатам чемпионата области, если ты там чемпион, бывает, что дают Нижегородскому чемпионату две путевки на чемпионат России Приворску федерального округа. То есть собираются чемпионы Пензы, Приворск, Самара и так далее. А по результатам уже федеральных округов чемпионатов уже топ-16 команд со всей России собираются лучшие. И это уже суперфинал. Сейчас «Атом» расположился на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата. В его активе – семечков. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Сару-24. Последний домашний матч в уходящем году принес болельщикам хоккейного клуба «Саров» новогодний подарок. Встреча с командой Сеченова закончилась победой «Саровчан» со счетом 11-2. Первый период закончился по нулям. Во втором наши вели со счетом 2-1. А в третьем Сеченову не хватило сил, и «Саровчане» забили 9 шайб. Сеченова ответила одной в самом конце игры. Таким образом, пока на домашнем льду в этом сезоне «Саров» не потерпел ни одного поражения. А на выезде все матчи для него заканчивались проигрышем. 28 января наш клуб примет в Ледовом дворце «Лысковский торпеда». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА